здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодня я вам расскажу печальную новость в нашей семейной жизни с вами канал жизнь во франции одиночки фани почему я переименовала канал на одиночки дело в том что в нашей семье происходит раскол недопонимание я подумываю да наверное развестись паскалин потому что то на то и выходит одна мелочь другая мелочь преобразовывается в комок проблем да если сварю борщ с камни же дам сюда он берет вилку нож режет все это да я его учу кушать как положено как русский кушать больше нет он сидит режет картошку пополам мясо пополам да если я варю пельмени да я бы паскаль учись кушать по русски посмотри как с бульончиком с перчиком свинцом как вкусно она на 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 я как ты кушать не буду я в нет ты будешь кушать и у нас за кого кого-то мелочи получи начинается проблема да вы не думаете что он такой идеальный идеальный француз нет всякое в жизни бывает и вот это все нарастает по мелочам нарастает да и вот теперь я подумываю наверное я из франции не буду уезжать да а просто у меня же есть карты резидента франции да я просто подам на развод и закончу эти отношения потому что до такой степени надоело вот это вся занудство все это за все это занудство паскаля то это он не хочет то этого не хочет то всегда не год она на ну а нет 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 или например он не говорит о подождем это сегодня мы не будем делать а завтра сделаем может быть подумаем очень я взяла машину да и поехала по дороге 120 130 километров в час гнала машину да ну полиция не нигде не останавливая полиции не было но как бешеная ошарашенная ошалела я сегодня глава машину а он мне говорит я тебе не дам ключи я говорю ну хрен тебе я взяла запасные ключи и поехала а он мне нет нет ты мало водишь машину я бы какая разница бляха сейчас погоню по дороге и все он мне ой моя дорогая ой моя дорогая какая дорогая я вообще буду подавать на развод по тебе вообще общем вот такая ситуация в нашей семейной жизни произошла недопонимание как некоторые спор да и машина у нас одна я свою машину продала раньше peugeot 206 автомат был да и вот конечно запустая беру машину без проблем тогда взяла поехала и все и его вот это вот чересчур уханю ухаживание за мной мне это надоело чересчур поважает мне мною да очень всегда говорит дорогая моя давай сделаю это сделаю то мне другой раз это все надоедает надоедает нет нет я не бешусь жира жира я не бешусь да всегда всегда так то одно я не так сделала то другое не так я сделала, да, вот, сейчас он на пенсии, возможно, у нас пришел кризис, да, он сейчас на пенсию в 1 ноября вышел, и мы находимся дома, все 24 часа, и теперь я подумываю, наверное, я с ним разведусь, это не мой мужчина, в общем, недопонимание на мелочах, это отражается очень сильно на совместной жизни, так что жизнь во Франции не такая уже сладкая, как думают другие люди, и развод, так развод, а что сделать-то? Разведемся, ничего страшного, но возвращаться в Россию я не собираюсь, я буду жить здесь, кредит-то взяли на дом, да, и она останусь в нашем доме, а он пускай ищет себе жилье, пускай ищет себе жилье, если ему не нравится с россиянкой жить, как хочет, вот так вот я ему сказала, я не собираюсь возвращаться в Россию, и я буду жить, сказал, а да ты что? Я говорю, да, останусь в России, во Франции, говорю, а ты себе искать жилье потому что ты не соглашаешься со мной по многим вопросам то есть это твоя твоя вина больше искать себе жилье а я осталась в этом в этом доме в нашем доме ты мне еще будешь платить алименты говорю да еще продукт им не будешь покупать да и кредит за наш дом будешь платить а я буду на свои пья будут покупать такой себе продукты и куплю себе машину все будем жить отдельно но в гости ко мне будешь приходить со своими продуктами я приготовлю и будем кушать будем отдельно жить так лучше будет о дорогая да ты что ты говоришь что ты творишь будем жить я тебе плохого ничего не сделал я тебе не бил у тебя нет никаких побоев никогда тебя не обижал почему ты его так ты подумай как ты себя ведешь со мной если ты будешь со мной жонти если ты со мной будешь вести себя примерно до мирно продолжать будем жить да но если твои его дается она но 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 как-то приготовила мы так не готовим во франции да я бы так ты если взял русскую замуж на русскую россиян куда взял замуж все живи и терпи потому что не один раз это уже было несколько раз мне это все надоедает он не хочет этого а однако же я же кушаю все французское да когда мы готовим до с ним французские блюда я же все это принимаю а почему он не принимает мелочь мелочь а обидно становится так что надо жить дружно а у нас не получается ну что ж развод так развод в ближайшем будущем посмотрим если мы не найдем общий язык вот так вот одиночка фаней с вами была пока пока